Только что на прошлой неделе, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали в Евангелии, как наш Спаситель Иисус Христос изгонял весов из людей, а у многих других местах мы слышали так же, как и сегодня, как Он исцелял, тоже, конечно, болеет. И вот сегодня наш Спаситель на пути к начальнику синарогии, который пренебрег насмеянием своих товарищей или друзей и иудеев, которые, наверное, посмеялись над Ним, что пошел к Иисусу за помощью. Он, Иисус Христос, шел по дороге в этот дом, и народ его теснил. И вот приближилась одна женщина, как вы слышали из Евангелия. Она знала, что ей нужно только дотронуться до ризы или до одежды Спасителя, и она будет исцелена от своей болезни, которой она имела кровотечу в 12 лет. она знала, что получит исцеление. И она, конечно, хотела скрыться, но не получилось, потому что Господь мог промолчать. Но Он хотел усилить веру той же женщины и всех окружающих их. «Кто на меня дотронулся?» – Он сказал. Она даже испугалась, не ожидала этого. Это еще больше усиловало ее веры. И она устрашилась и пришла к Спасителю, упала на колени и рассказала им обо всем. «Ответ был – дерзай, тщель, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мир!» И сегодня же мы с вами также слышали, как к Иисусу подошли люди из дома того же начальника синагоги Иаира и говорили ему, «Не беспокой больше, Учителя, твоя дочь уже умерла, все поздно уже!» И Иисус Христос услышал эти слова, повернулся к Иаиру и говорит, «Не волнуйся, она не умерла, она спит. Не бойся, только веруй, и спасена она Бога!» И когда он вошел в дом, говорит, «Девица, тебе, говорю, встань!» Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, на оба случая в следующем констексте. «Только веруй, только веруй, и будет тебе по вере твоей». А Иисус Христос много раз говорил так всем людям. И сейчас Святая Церковь говорит те же слова, «Только веруй». Этот рассказ, дорогие братья и сестры, научает нас двум вещам. Первое, что при любых нуждах, при всяких болезнях душевных и, конечно же, телесных, следует обращаться к Богу. Потому что мы с вами знаем определенно, что следствие наших болезней, следствием греха, вернее, являются наши болезни. Только надо, чтобы наше обращение было с живой верой, как у этой кровоточивой женщины. Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Чему нас еще учит сегодняшняя Евангелие? Второму, заботиться не только о себе. Этот начальник синагоги Иаир позаботился о своей дочери. Конечно, это очень близкий ему человек. Дочь. Единственная причем, любимая, которая умирает. Я думаю, что любой бы из нас, конечно, с ума сходил в таких случаях. И мы с вами, конечно, предложили бы все усилия для того, чтобы спасти этого человека, человека нами, любимого. В нашей жизни, дорогие братья и сестры, сейчас, в настоящее время, наблюдается разделение в семье, когда самые близкие наши дети, братья и сестры наши, они уходят от церкви, сбиваются с праведного пути. Что мы начинаем делать по-христиански? Нужно бы, конечно, за них молиться, заботиться. Как это Иаир. То есть, вторая тема. Хочу обратить ваше внимание на то, что нужно молиться за своих близких, за своих деток. Так как этот Иаир молился за свою дочь. Она была больная. То есть, больная и умерла, но там, наконец, в конце концов. И нам, людям, верующим, должно быть дорого не только наше личное спасение, то есть, заботиться не только о своем личном спасении, но и наших ближних, наших деток. И не только наших деток, но и всех. Когда вы покупаете молитвослов, обычно в молитвослове есть несколько пустых страниц или листок, где написано имена о здравии или о здравии, или имена за упокоен. И когда мы читаем с вами утренние молитвы, или вечерние, и там есть момент, когда мы должны перейти к этим листам, где должны быть написаны имена о здравии или о упокоении. И, пожалуйста, если нет этих листов в вашем молитвословии, то добавьте туда пустые страницы и напишите имена своих близких. И не только. Потому что это наша с вами святая обязанность. Очень сильна молитва матери за детей своих. Также нужно молиться за наших близких. Сколько, особенно, если войти в храм, в России, скажем, это особенно заметно, или на Украине, восточный, то, почему говорю восточный, потому что, если вы войдете в храм в Западной Украине, в Закарпатте, то в храме будет столько же мужчин, сколько же и женщин. К вашей информации, на Западной Украине мужчины стоят все, либо спереди сидят все, молятся о женщине, во второй половине храма, или же мужчины будут с правой стороны стоять только одни мужчины, а с левой стороны только одни женщины. Вот там такая традиция, так принято. Ну что ж. Это тоже хорошо. В России женщины приходят, молятся за своих детей, за своих мужей заблудчивых. Почему я обратил внимание на мужской пол? Потому что их меньше всего храмы. Храмы. Мужчин, гибнущих, подчас неблагодарных, грубых, непокорных, за которых молятся и их матери, и их жены. Из глубокой древности известен такой случай. У одной женщины был сын. И она, как и мы сейчас, старалась вложить в него все свои силы, все свои знания, все свои, конечно, будем сказать, ну, деньги. Учила его одному, второму, третьему. Вот. И он обладал многими способностями, был способный очень. Но связался с товарищами плохими, скажем так. И стал уходить из дому целыми ночами пропадать, проводя время в бесчинном разгуле и разврате. Мать старалась наставить его, вразумить его, говоря, сын мой, я все для тебя делаю, всю жизнь тебя отдаю, а ты пошел таким неверным и гибельным путем. Но он ее совсем не слушал и все больше отдавался своей разгульной жизни. Она много молилась, в церкви подавала, других просила молиться. И вот однажды она вышла, вышла на берег моря, глядя на бурные волны, она заплакала, вспомнив о своего сына, который погибал в волнах житейского моря. К ней подошел старец, благообразный по виду, и стал спрашивать ее, о чем она плачет. Женщина поведала ему о своем горе. «Не скорби!» сказал старец. «Твой сын вернется?» «Дитя стольких слез не может погибнуть!» Она еще больше усилила молитву, и молитва ее не осталась бесплодна. Однажды сын вернулся домой с ночной гулянки и застал мать свою молящую. Она не решилась всю ночь спать. И тут ему открылись глаза, он увидел мать свою совсем и взялась с ним. Она постарела, посидела, седая и осталась совсем. Он схватил, очнулся, схватил первую книжку, какая-то она была, пошел в сад под утро уже, и вот он слышит слова детского голоса, «Открой книгу, читай, открой, читай». Смотрит, детей нигде нету, потом открыл книгу, а это оказалась Библия в его руках. И он первые слова, которые он увидел, это были слова апостола Павла, который писал, «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, и облечемся в оружие света». Он призадумался над этими словами Священного Писания, Павла, и они его душу обожгли как огонь, потому что он был все-таки мудрый. Он сел на скамью, долго-долго рыдал, а затем поднялся, ждал другим человеком, вставшим в последствии святым. Это была история, дорогие братья и сестры, статага блаженного Августина. Вот почему я вам о ней так подробно рассказал. Это был тот же самый блаженный Августин, который писал, он был сильнейшим апологетом православной церкви, тот же самый, который писал статьи, защитить учение о Пресвятой Тройце, о Боге, о Сыне, о Святом Духе. И вот тоже он однажды оказался на море, когда он шел, гуляя, размышляя, я вам уже говорю несколько раз эту историю, еще раз скажу, когда он размышлял о том, как бы ему поточнее изложить постулат обучения Святой Троицы. Что такое Святая Троица? Вот он хотел изложить, и вот он ходил, думал, думал, богомудрствовал. И вот он видит ребенка молодой, там копается, смотрит он, носит маленькую спидом в своем ведерце, воду с моря и вливает в маленькую дырочку туда. А он ему говорит, а что ты несколько раз прошел, а он все это делает. Он говорит, а что ты делаешь? Да вот, говорю, хочу воду сюда всю перенести из моря. А он удивился и говорит, а как, как это? Это же невозможно. Смотри, какая маленькая дырка в море, какое большое, воды сколько много. Вот. Это невозможно. и пошел к себе, и пошел к себе, и не то, что пошел к себе, а раз направо-налево посмотрел, а ребенка нету уже, исчез. Тогда он понял, что этот ангел явился ему и дал ему понять, что что ты хочешь своим человеческим ограниченным разумом описать необязанное, неограниченное Бога описать, что вообще невозможно. Невозможно. Это был тот же самый Августин, о котором мать так молилась. Августин,